Израиль за неделю на народной волне Сейчас понятно, что идут переговоры по формированию коалиции Но вот 11 канал израильский вчера сообщил о том, что между Ликудом и НДИ Идут переговоры не только о формировании коалиции, но и о полном объединении партий Вы можете прокомментировать? Пресса сообщает о том, что якобы НДИ хочет слиться с Ликудом в одну партию У них было уже такое объединение на одних из предыдущих выборах И что Кахлан хочет вернуться в Ликуд Напомню, Кахлан долгие годы был в Ликуде Был несколько каденций министром от Ликуды В общем, его в Ликуде очень любили Идут разговоры, что и Кахлан с его партией хотят влиться в Ликуд И Нитаниягу тогда гораздо проще Тогда у него уже какие-то партии точно входят в коалицию Остается дискутировать состав Но Либерман уже опроверг эти слухи Ну, когда опровергают, это не значит, что действительно этого нет Но пока что многие опции открыты И для Кахлана, и для Либермана Я не думаю, что Либерман будет вливаться в Ликуд Ему как-то это уже не нужно Другое дело перед выборами Когда многие говорили, что партия Ну, по опросам выходило, что партия НДИ не переходит электоральный барьер Тоже получает меньше четырех мандатов Но, как видите, сейчас она получила шесть мандатов Пять И что интересно, что на шестом месте в партии Либермана Друз И в друзских и арабских деревнях Вот эта вот так называемая русская партия Наш Дом Израиль получила довольно хорошие результаты Очень много голосов партия Либермана получила И, так сказать, по-видимому, в опросах это не учитывалось Поэтому опросы говорили, что партия Либермана Не преодолеет электоральный барьер А вот благодаря арабским голосам Или, может быть, активности русских евреев Может быть, поэтому все-таки они его преодолели Даже на один мандат больше Вообще, раз мы уж говорим о Нетаньягу Не могу не отметить, что журнал Time В очередной раз напечатал, что Нетаньягу Входит в список самых влиятельных личностей мира И он идет по категории лидеры Другая категория там Актеры, общественные деятельности Нетаньягу идет по категории лидеры И в этой категории есть Трамп Есть Папа Римский Есть ваш спикер Пелоси Есть специальный прокурорт Роберт Мюллер Есть президенты и премьеры некоторых европейских стран Вот и Нетаньягу занял такое место Среди самых влиятельных людей Причем журнал Time подчеркивает Что сейчас, после этих очередных выборов Нетаньягу уже, так сказать, твердо опередил Создателя государства Израиль Если можно так выразиться Первого президента Первого многолетнего премьера государства Израиль Давида Бен-Гуриона Нетаньягу уже дольше него Является премьер-министром И вот говорят, что он очень влиятельен Ну и если пока нет вопросов по поводу выборов Я бы все-таки рассказала и другие темы А самая важная тема у нас сейчас, конечно Это праздник Песах Это, наверное, самый такой важный праздник для израильтян Потому что он символизирует выход Создание еврейского народа Само создание еврейского народа Выход каких-то там ромбов египетских На свободу Образование народа И главная мота праздника Песах Это от рабства к свободе Называют праздник весны, праздник Песах И праздник свободы Но весна у нас пока под большим вопросом Потому что у нас в этом году зима удлинилась До сих пор совершенно зимняя погода На горе Хермон идет снег По всему Израилю идут дожди И, в общем, несмотря на некоторые неудобства Для того, чтобы гулять по стране Израильтяне очень рады этим дождям А на гору Хермон просто едут Со всех концов Израиля посмотреть на снег Потому что вода для Израиля Это необходимая вещь И цветут все цветы Растения развиваются И наполняется наше единственное Большое пресное озеро Кенерет У нас уже много лет озеро Кенерет Находилось где-то на ниже красной линии Напомню, что озеро Кенерет Находится в сиро-африканском разломе То есть в месте, которое ниже уровня моря И уровень Кенерета Более или менее приемлемый Это минус 2 метра от уровня моря Но уже долгие годы он ниже Он где-то на уровне 2 метра 15 сантиметров И сейчас вот благодаря дождям Кенерет интенсивно наполняется Замерили сегодня 2 метра 11 сантиметров То есть поднимается А поскольку все эти дожди Как-то задерживаются И вот снег на Хермоне Снег потом будет таять То есть есть большая вероятность Что вся эта вода Потом попадет в Кенерет И Кенерет продолжит наполняться И будет уже ближе к своему Нормальному, приемлемому уровню Ну вот и праздник Песох Несмотря на такие погодные условия Праздник Песох Праздник очень важный Требующий довольно серьезных Приготовлений от хозяек Потому что напомню Одна из, так сказать Отличительных черт праздника Песох Вот в Сукот строят шалаши А в праздник Песох Нужно избавляться от Любого дрожжевого теста От любых Муки, любых злаков От того, что могло забродить И дать пышное тесто А вместо этого едят только Мацу, которая сделана Из вот этих же самых злаков Но она должна быть Испечена очень быстро После замеса теста Чтобы тесто не успело Не успело подняться Но В праздник Песох Вся семья, как правило Собирается за пасхальным седером За пасхальным седером Где читается книга О исходе из Египта И дети должны задавать вопросы Чем отличается эта ночь От других ночей Почему в эту ночь Мы едим только мацу А не едим хлеб Почему в эту ночь Мы едим горькую зелень Которая напоминает нам о рабстве И так далее В общем, это праздник для всей семьи И для пожилых умудрённых людей И для детишек Которые, в общем, ещё мало что понимают Но их учат в детских садиках Петь песенку Вот эти вопросы задавать На мотив песенки Мани штана Очень-очень такая красивая Мелодичная песенка И в связи с этим Я хотела бы вам рассказать Такой вот Жизненный анекдот Про Ишаяху Берлина Известного Известного Еврейского философа Гражданина Англии Который очень много Сделал для Англии И его королева Посвятила в лорды И вот Когда проходила Эта церемония Ишаяху Берлин Как он пишет в своих воспоминаниях Я почувствовал Что на меня устремлены все глаза Что происходит что-то Очень торжественное И тогда я Совершенно автоматически Вспомнил Как я маленьким мальчиком На пасхальном седере Становился на стульчик И пел вот эту вот песенку Задавал эти традиционные вопросы И он тут же Тоже сказал Вот эти вот вопросы Чем отличается эта ночь От других ночей Королева очень удивилась Потому что есть Очень строгий ритуал Человек посвящаемый в рыцаре Должен стоять, молчать А этот как-то высказывается Да еще на непонятном языке Она спросила у своих помощников И вопрос ее звучал Чем отличается этот рыцарь От других рыцарей Но в английском языке Слово рыцарь И слово ночь Тнех, найт Примерно одинаково звучит И Берлин говорит Что я сообразил Что в общем своим вопросом Она как бы перевела Мой вопрос на английский язык Вот такая забавная история Показывающая Насколько в каждом В каждом еврее с детства Вот этот вот пасхальный седр Закладывает какие-то Какие-то основы Какую-то важную связь С традицией Ну еще на пасхальном седре Как наши читатели Наши слушатели Наверное знают Для того, чтобы дети не заснули Это происходит вечером После захода солнца Кусочек мацы Прячут И детишки должны его выкрасть А потом Поскольку трапезу нельзя закончить Без этого кусочка мацы То родители Просят этих детишек Продать этот кусочек мацы Обратно И детишки могут Просить всяческие подарки Ну примерно как Христианские детишки На Новый год Вот Так что это Очень такой Обряд Рассчитанный И на взрослых Которые Вот например мы Когда проводим Седр Песах Мы все время сравниваем Мы говорим Ну вот Здесь написано Вот как угнетали евреев В Египте Как с трудом они вышли А мы все время сравниваем Вот какая была жизнь наша В Советском Союзе И какие у нас были проблемы Выйти из этого самого Советского Союза Да Красное море у нас Не расступалось Но чудеса В общем были Очень похожие Потому что вдруг Железный занавес Который Много лет Никто не мог преодолеть И вдруг Понимаете Он упал И миллион евреев Выехал Выехал на свою Историческую родину Вот Мы делаем Такие сравнения Ну это Но Аппесах Это не только Созданный В россиянии Вот такой вот Обряд Проводить Пасхальный Пасхальный ужин С воспоминанием О выходе из Египта Заканчивается Вот этот вот Пасхальный ужин Словами В будущем году В Иерусалиме Но мы уже В Иерусалиме И И поэтому Сейчас Многие Религиозные люди Говорят о том Что необходимо Начать соблюдать И другие традиции Те традиции Которые мы в россиянии Соблюдать не могли Например Принесение Пасхальной жертвы На Песах В храме Зарезали Ягнёнка И Так сказать Семьи Пришедшие Специально В Иерусалим На Песах Должны были Съесть Эту Пасхальную жертву До наступления Полуночи Вот Жертвоприношение В храме Это очень такая Острая тема С одной стороны Это Неотъемлемая часть Нашей традиции С другой стороны Многие говорят Ну как Ну жертвоприношение Животных Убивать Как-то это некрасиво Как-то это неинтеллигентно Как-то это там Общество защиты животных Будет возражать Так вот Каждый Песах Религиозная группа Называющаяся За возвращение На храмовую гору Она Проводит Пытается вернее Провести Такой вот Обряд Как бы Репетицию Жертвоприношения Берется Козленок Или ягненок И Имеется в виду Что Его В каком-то Общении Вблизи храмовой горы Будут Приносить жертву По древним обычаям Но Не успевают Не успевают Они вывести Этого Этого Козленка Из дома Как тут же Приходит Израильская полиция И арестовывает Все Включая Козленка Не хотят Так сказать Каких-то Вот таких Вот Еврейских Еврейских Обрядов Которые могли бы Возбудить Чье-либо Недовольство При этом Надо отметить Что у нас Есть такая Небольшая Этническая Группа Самаритян Самаритяне Это не евреи Это не евреи Но они Считают себя Большими евреями Чем евреи У них есть Свои священные книги У них есть Свой как бы Храм В другом месте На горе Гризим И вот Самаритяне Приносят Пасхальные жертвы И на их Обряд Принесения Пасхальных жертв Сидения Пасхальных жертв Съезжаются Очень многие Очень многие Люди Причем Там и депутаты Кнесета Там и видны Общественные деятели И вот почему-то Самаритянам Это можно А вот евреям Почему-то Это нельзя Ну вопрос Остается Подвешенным Будем Будем ждать Давайте мы сделаем Еще один перерыв В этом месте После чего Вернемся И продолжим Обязательно Примем звонки Продолжение следует Редактор субтитров А.Семкин